Что такое борьба с коронавирусом? Это когда тебе двухнедельный оплачиваемый отпуск заменяют на двухмесячный неоплачиваемый домашний арест. Так шутят белорусы. А сейчас поговорим серьезно. Привет, меня зовут Алексей и я расскажу вам про ситуацию в белорусской экономике в связи с ковидом. С мая в Мингурисполком поступило около 1800 обращений от представителей столичного бизнеса за предоставлением различных видов поддержки, предусмотренные указом президента номер 143 о поддержке экономики. Большинство обращений поступило от бизнеса, работающего в сфере гостиничного хозяйства, туризма, транспорта, развлечений и отдыха. Воспользоваться мерами поддержки в столице смогли уже около 1100 организаций. Я не хочу сказать, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я это не хочу сказать. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые у тебя есть. Поддержим. Поддержим тех, кто хочет, чтобы его поддержали. И второе – тот, кто вложится сам. Также в Минске 1 июня утвердили перечень видов экономической деятельности, которые наиболее пострадали от эпидемиологической ситуации и нуждаются в поддержке. Для некоторых в два раза снизят стоимость аренды на землю, налог на недвижимость и земельный налог во втором и третьем кварталах текущего года. Информации о том, что происходит с поддержкой бизнеса в других регионах, не предоставлялось. Из последних новостей. Сейчас же все силы государства направлены на репрессии против людей, в том числе рабочих, которые высказали несогласие с фальсификациями выборов, которые прошли 9 августа. Финансовой поддержкой потерпевшего населения занимается независимый бизнес, специальные народные фонды. В некоторых регионах бюджетникам отменили премиальные выплаты. Пенсионеры, которые получили пенсии до президентских выборов, следующие выплаты получат только в конце сентября. Очереди в банкоматы. Митинги продолжаются, кредитов Россия не дает. Мы продолжим информировать вас про ситуацию в Беларуси, в стране, которая официально не признала эпидемию коронавируса. Подписывайтесь на наш канал и страницы в соцсетях.